Библиотека номер 18 Северного округа приглашает вас познакомиться с рассказом советского детского писателя Николая Носова «Бенгальские огни». Это веселая и поучительная предновогодняя история о настоящей дружбе, взаимовыручке и о том, что не стоит все делать в последний момент. Сколько хлопот у нас с Мишкой было перед Новым годом. Мы уже давно готовились к празднику. Клеили бумажные цепи на елку, вырезали флажки, делали разные елочные украшения. Все было бы хорошо, но тут Мишка достал где-то книгу «Занимательная химия» и вычитал в ней, как самому сделать бенгальские огни. С этого и началась кутерьма. По целым дням он толок в ступе серу и сахар, делал алюминиевые опилки и поджигал смесь на пробу. По всему дому шел дым и воняло удушливыми газами. Соседи сердились и никаких бенгальских огней не получалось. Но Мишка не унывал. Он позвал к себе на елку даже многих ребят из нашего класса и хвастал, что у него будут бенгальские огни. Я говорю Мишке, что ж ты наделал? Позвал ребят, а никаких бенгальских огней не будет. Почему не будет? Будет. Еще времени много. Все успею сделать. Накануне Нового года он приходит ко мне и говорит, слушай, пора нам за елками ехать, а то останемся мы на праздник без елок. Мы с Мишкой уже давно решили поехать за елками в Горелкино, где мы жили у тети Наташи на даче. Тетя Наташин муж работал лесничим и еще летом сказал, чтобы мы приезжали к нему в лес за елками. Я даже заранее упросил маму, чтобы она разрешила мне в лес поехать. На другой день я прихожу к Мишке после обеда, а он сидит и толчет бенгальские огни в ступе. Что ж ты, говорю, не мог раньше сделать. Ехать пора, а ты возишься. Да я делал и раньше, только, наверное, мало серы клал. Они шипят, дымят, а гореть не горят. Ну и брось, все равно ничего не выйдет. Нет, теперь, наверное, выйдет. Надо только побольше серы класть. Мишка наскоблил опилок, высыпал порошок из ступки, налил клею, размешал все это так, что у него получилось тесто вроде замазки. Из этой замазки он наделал длинных колбасок, навертел их на железные проволочки и разложил на фанерке сушиться. Ну вот, говорит, высохнут и будут готовы, только надо от дружка спрятать. Зачем от него прятать? Слопает. Как слопает? Разве собаки бенгальские огни едят? Не знаю. Другие, может быть, и не едят, а дружок ест. Один раз я оставил их сохнуть, вкажу, а он их грызет. Наверное, думал, что это конфеты. Мишка взобрался на стул и положил фанерку на шкаф. Ты ведь знаешь, какой дружок, говорит Мишка, он всегда моей вещи хватает. Помнишь, он заточил мой левый ботинок, так что мы его нигде найти не могли. Пришлось мне тогда три дня ходить в валенках, пока другие ботинки не купили. На дворе теплень, а я хожу в валенках, как будто обмороженный. А потом уже, когда купили другие ботинки, мы этот ботинок, который один остался, выбросили, потому что кому он нужен? Один ботинок. А когда его выбросили, отыскался тот ботинок, который потерялся. Оказалось, его дружок затащил на кухню под печь. Но мы и этот ботинок выбросили, потому что если первый не выбросили, то и второй бы не выбросили, а раз первый выбросили, то и второй выбросили. Так оба и выбросили. Я говорю, довольно тебе болтать, одевайся скорее, ехать надо. И мы поехали. Ехали, ехали, наконец приехали. Слезли в горелкине и пошли прямо к лесничему. Он дал нам квитанцию на две елки, показал делянку, где разрешалось рубить. И мы пошли в лес. Елок кругом много, только Мишке они все не нравились. Я такой человек, хвалился он. Уж если поехал в лес, то срублю самую лучшую елку, а то и ездить не стоит. Забрались мы в самую чащу. Надо рубить поскорее, говорю я, скоро и темнеть начнет. Что ж рубить, когда нечего рубить? Да вот, говорю, хорошая елка. Мишка осмотрел елку со всех сторон и говорит, она, конечно, хорошая, только не совсем. По правде сказать, совсем не хорошая. Куцая. Как это куцая? Верхушка у нее короткая. Мне такой елке и даром не надо. Нашли мы другую елку. А это хромая, говорит Мишка. Как хромая? Так хромая. Видишь, у нее нога внизу закривляется. Какая нога? Ну, ствол. Ствол, так бы и говорил. Нашли мы еще одну елку. Лысая, говорит Мишка. Сам ты лысый. Как эта елка может быть лысая? Конечно, лысая. Видишь, какая она реденькая, вся просвечивает. Один ствол виден. Просто не елка, а палка. И так все время. То лысая, то хромая, то еще какая-нибудь. Но, говорю, тебя слушать. До ночи елки не срубишь. Нашел себе подходящую елочку. Срубил и отдал топор Мишке. Руби поскорей. Нам домой ехать пора. А он словно весь лес взялся обыскать. Уж я и просил его, и бронил. Ничего не помогало. Наконец он нашел елку по своему вкусу. Срубил. И мы пошли обратно на станцию. Шли, шли, а лес все не кончается. Может, мы не в ту сторону идем? Говорит Мишка. Пошли мы в другую сторону. Шли, шли. Все лес да лес. Тут и темнеть начало. Мы давай сворачивать то в одну сторону, то в другую. Заплутались совсем. Вот видишь, говорю, что ты наделал. Что же я наделал? Я ведь не виноват, что так скоро наступил вечер. А сколько ты елку выбирал? А дома сколько возился. Вот придется из-за тебя в лесу ночевать. Что ты? Испугался Мишка. Ведь ребята сегодня придут. Надо искать дорогу. Скоро стемнело совсем. На небе засверкала луна. Черные стволы деревьев стояли, как великаны вокруг. За каждым деревом нам чудились волки. Мы остановились и боялись идти вперед. Давай кричать, говорит Мишка. Тут мы как закричим вместе. Ау! Ау! ответила эхо. Ау! Ау! Закричали мы снова, что было силы. Ау! Ау! Повторила эхо. Может быть, нам лучше не кричать, говорит Мишка. Почему? Еще волки услышат и прибегут. Тут, наверное, никаких волков нет, отвечаю я. А вдруг есть? Лучше пойдем скорее. Мы продирались сквозь густые кустарники. Спотыкались о пни. Тонули по колено в снегу. Идти становилось все трудней и трудней. Мы очень устали. Я остановился, чтобы переложить елку на другое плечо. Хотел идти дальше. Смотрю. Нет Мишки. Исчез, словно провалился под землю вместе со своей елкой. Я кричу. Мишка! А он не отвечает. Мишка! Эй! Куда ты делся? Нет ответа. Я пошел осторожно вперед. Смотрю. А там обрыв. Я чуть не свалился с обрыва. Вижу, внизу шевелится что-то темное. Эй! Это ты, Мишка! Я! Я, кажется, с горы скатился. Почему же ты не отвечаешь? Я тут кричу, кричу. Ответишь тут, когда я ногу ушиб. Я спустился к нему. А там дорога. Мишка сидит посреди дороги и коленку руками трет. Что с тобой? Коленку ушиб. Нога, понимаешь, подвернулась. Больно? Больно. Я посижу. Ну, давай посидим, говорю я. Уселись мы с ним на снегу. Сидели, сидели, пока нас не пробрал холод. Я говорю, тут и замерзнуть можно. Может быть, пойдем по дороге? Она нас куда-нибудь выведет. Или на станцию, или к лесничему, или в деревню какую-нибудь. Не замерзать же в лесу. Мишка хотел встать, но тут же заохал и опять сел. Не могу, говорит. Что же теперь делать? Давай я понесу тебя на закорках, говорю я. Да разве ты донесешь? Давай попробую. Мишка поднялся и начал взбираться ко мне на спину. Кряхтел, кряхтел, на силу залез. Тяжелый! Я согнулся в три погибели. Но неси, говорит Мишка. Только прошел я несколько шагов, поскользнулся и бух в снег. Ай! заорал Мишка. У меня нога болит, а ты меня в снег кидаешь. Я же не нарочно. Не брался бы, если не можешь. Горе мне с тобой, говорю я. То ты с бенгальскими огнями возился, то елку до самой темноты выбирал, а теперь вот зашибся. Пропадешь тут с тобой. Можешь не пропадать. Как же не пропадать? Иди один, это все я виноват. Я уговорил тебя за елками ехать. Что же, я тебя бросить должен. Ну и что ж, я и один дойду. Посижу, нога пройдет, я и пойду. Да ну тебя, никуда я без тебя не пойду. Вместе приехали, вместе и вернуться должны. Надо придумать что-нибудь. Что ж ты придумаешь? Может быть, санки сделать? У нас топор есть. Как же ты из топора санки сделаешь? Да не из топора голова. Срубить дерево, а из дерева санки. И стал думать. А Мишка все на снегу сидит. Я подтащил к нему елку и говорю. Ты лучше на елку сядь, а то простудишься. Он уселся на елку. Тут мне пришла в голову мысль. Мишка, говорю я, а что, если тебя повезти на елке? Как на елке? А вот так. Ты сиди, а я буду за ствол тащить. Ну-ка, держись. Я схватил елку за ствол и потащил. Вот как ловко придумал. Снег на дороге твердый, укатанный. Елка по нему легко идет, а Мишка на ней, как на санках. Замечательно, говорю я. На-ка, держи топор. Отдал ему топор. Мишка уселся поудобнее, я повез его по дороге. Скоро мы выбрались на опушку леса и сразу увидели огоньки. Мишка, говорю я, станция. Издали уже слышался шум поезда. Скорей, говорит Мишка, опоздаем на поезд. Я припустил изо всех сил. Мишка кричит, еще поднажми, опоздаем. Поезд уже подъезжал к станции. Тут и мы подоспели. Подбегаем к вагону. Я подсадил Мишку, поезд стронулся. Я вскочил на подножку и елку за собой втащил. Пассажиры в вагоне стали бронить нас за то, что елка колючая. Кто-то спросил, где вы взяли такую ободранную елку? Мы стали рассказывать, что с нами в лесу случилось. Тогда все стали жалеть нас. Одна тетенька дала нам по пирогу, а другая конфет. Мы обрадовались, потому что очень проголодались. Что же мы теперь делать будем, говорю я. У нас на двоих одна елка. Мишка. Отдай ее на сегодня мне, говорит Мишка. И дело с концом. Как это с концом? Я ее тащил через весь лес. Да еще тебя на ней вез. А теперь сам без елки останусь. Так ты мне ее только на сегодня дай, а завтра я тебе возвращу обратно. Хорошенькое, говорю, дело. У всех ребят праздник, а у меня даже елки не будет. Ну ты пойми, говорит Мишка, ко мне ребята сегодня придут. Что же я без елки буду делать? Ну покажешь им свои бенгальские огни. Что ребята елки не видели? Так бенгальские огни, наверное, не будут гореть. Я их уже 20 раз делал и ничего не получается. Один дым, да и только. А может быть получится? Нет, я и вспоминать про это не буду. Может ребята уже забыли? Ну нет, не забыли. Не надо было заранее хвастаться. Если бы у меня елка была, говорит Мишка, я бы про бенгальские огни что-нибудь сочинил и как-нибудь выкрутился. А теперь просто не знаю, что делать. Нет, говорю, не могу я тебе елку отдать. У меня еще ни в одном году так не было, чтобы елки не было. Но будь другом, выручи. Ты меня уже не раз выручал. Что ж, я тебя всегда выручать должен. Но в последний раз. Я тебе что хочешь за это дам? Возьми мои лыжи, коньки, волшебный фонарь, альбом с марками. Ты ведь сам знаешь, что у меня есть. Выбирай что угодно. Хорошо, сказал я. Если так, отдай мне своего дружка. Мишка задумался. Он отвернулся и долго молчал. Потом посмотрел на меня. Глаза у него были печальные и сказал. Нет, дружка я не могу отдать. Ну вот, говорил что угодно, а теперь я забыл про дружка. Я когда говорил, думал про вещи. А дружок ведь не вещь, он живой. Ну и что ж, простая собака, если бы он хоть породистый был. Он же не виноват, что он не породистый. Все равно он любит меня. Когда меня нет дома, он думает обо мне. А когда я прихожу, радуется и машет хвостом. Нет, пусть будет, что будет. Пусть ребята смеются надо мной, а с дружком я не расстанусь. Даже если бы ты мне дал целую гору золота. Ну ладно, говорю я, бери тогда елку даром. Зачем даром? Раз я обещал любую вещь, так и бери любую вещь. Хочешь, я тебе дам волшебный фонарь со всеми картинками. Ты ведь очень хотел, чтобы у тебя был волшебный фонарь. Нет, не надо мне волшебного фонаря. Бери так. Ты ведь столько трудился из-за елки, зачем отдавать даром? Ну и пусть. Мне ничего не надо. Ну и мне даром не надо. Так это ведь не совсем даром, говорю я. Просто так. Ради дружбы. Дружба ведь дороже волшебного фонаря. Пусть это будет наша общая елка. Пока мы разговаривали, поезд подошел к станции. Мы не заметили, как доехали. У Мишки нога совсем перестала болеть. Он только немного прихрамывал, когда мы сошли с поезда. Я сначала забежал домой, чтобы мама не беспокоилась. А потом помчался к Мишке украшать нашу общую елку. Елка уже стояла посреди комнаты, и Мишка заклеивал ободранные места зеленой бумагой. Мы еще не кончили украшать елку, как стали собираться ребята. Ребята никого не стеснялись и чуть не на головах ходили. Никогда я не слыхал такого шума. А Мишка шумел больше всех. Но я-то понимал, почему он так разошелся. Он старался, чтобы кто-нибудь из ребят не вспомнил про бенгальские огни и выдумывал все новые и новые фокусы. Потом мы зажгли на елке разноцветные электрические лампочки, и тут вдруг часы начали бить двенадцать. Ура! – закричал Мишка. – С Новым годом! Ура! – подхватили ребята. – С Новым годом! Ура! – Мишка уже считал, что все кончилось благополучно. И закричал. – А теперь садитесь за стол, ребята. Будет чай с пирогом. – А бенгальские огни где же? – закричал кто-то. – Бенгальские огни? – растерялся Мишка. – Они еще не готовы. – Что ж ты? Позвал на елку. Говорил, что бенгальские огни будут. Это обман. – Честное слово, никакого обмана. Бенгальские огни есть, только они еще сырые. – Ну-ка, покажи. Может быть, они уже высохли? А может, никаких бенгальских огней нету? Мишка нехотя полез на шкаф и чуть не свалился оттуда вместе с колбасками. Они уже высохли и превратились в твердые палочки. – Ну вот! – закричали ребята. – Совсем сухие. Что ж ты обманываешь? – Это только так кажется, – оправдывался Мишка. – Им еще долго сохнуть надо. Они не будут гореть. – А вот мы сейчас посмотрим, – закричали ребята. Они расхватали все палочки, загнули проволочки крючочками и развесили их на елке. – Постойте, ребята, – кричал Мишка. – Надо проверить сначала. Но его никто не слушал. Ребята взяли спички и подожгли все бенгальские огни сразу. Тут раздалось шипение, будто вся комната наполнилась смеями. Ребята шарахнулись в стороны. Вдруг бенгальские огни вспыхнули, засверкали и рассыпались кругом огненными брызгами. Это был фейерверк. Нет, какой там фейерверк? Северное сияние, извержение вулкана. Вся елка сияла и сыпала вокруг серебром. Мы стояли, как зачарованные, и смотрели во все глаза. Наконец огни догорели, и вся комната наполнилась каким-то едким, удушливым дымом. Ребята стали чихать, кашлять, тереть руками глаза. Мы все гурьбой бросились в коридор, но дым из комнаты повалил за нами. Тогда ребята стали хватать свои пальто и шапки и начали расходиться. – Ребята, а чай с пирогом? – надрывался Мишка. Но никто не обращал на него внимания. Ребята кашляли, одевались и расходились. Мишка вцепился в меня, отнял мою шапку и закричал – не уходи хоть ты, останься хоть ради дружбы, будем пить чай с пирогом. Мы с Мишкой остались одни. Дым понемногу рассеялся, но в комнату все равно было нельзя войти. Тогда Мишка завязал рот мокрым платком, подбежал к пирогу, схватил его и притащил в кухню. Чайник уже вскипел, и мы стали пить чай с пирогом. Пирог был вкусный, с вареньем, только он все-таки пропитался дымом от бенгальских огней. Но это ничего. Мы с Мишкой съели полпирога, а другую половину доел дружок. Мы надеемся, что эта книга будет интересна как юным, так и взрослым читателям. В новогодние каникулы мы рекомендуем также познакомиться с другими волшебными историями.